Здравствуйте, друзья! С вами Евгений Асанти на канале GameTune.ru. Мы продолжаем играть в Assassin's Creed 3. Мне влом придумывать вступительную речь к этой серии, поэтому я начну двигаться к этому дому, который я заходил уже раз... Хрен знает, сколько я заходил, я уже в него. Вот сейчас офигенный прикол будет в очередной раз. Сейчас я даже разбегусь из проулка. Вот так вот. Я набрал разгон и хочу зайти в дверь, но чувак, которым я управляю, упал. Ну это сейчас он упал, но вообще он хотел залезть. И постоянно он так хочет залезть, когда я хочу просто войти в дверь. Ну да ладно, мы заходим в дверь. Итак, что у нас здесь? Ага, вот наш помощник здесь пивко потягивает. Мастер Кенуэй, вы нашли его? Это не то место. Остальные ждут вас. Господа? Прошу, садитесь. Боюсь, храм лишь... раскрашенная пещера. Правда, там есть письменная рисунка предтеч. Так что цель близка. Видать, не слишком. Нам нужно удвоить усилия. Найти еще людей. И основать здесь базу. Я уверен, что мы найдем это место. Да. Точно. Кроме того, полагаю, пришла пора посвятить во все Чарльза. Он показал себя верным учеником и служил нам верой и правдой. Он способен разделить бремя наших знаний и все соответствующие блага. Есть возражения? Хорошо. Чарльз, тогда начнем. Клянетесь ли вы блюсти устав Ордена и наши принципы? Клянусь. Не разглашать никому наших тайн и сути наших трудов. Клянусь. Отныне и до последнего вздоха любой ценой. Клянусь. Мы приветствуем тебя в наших рядах, брат. Вместе мы приблизим зарю нового мира, где будут царить цель и порядок. Дай мне руку. Ты? Тамплиер. Да направит нас Отец понимания. Да направит нас Отец понимания. Что? А, чё? Вот это нежданчик. Вы все видели? Да. Что да? То да. Ключ, амулет, который Хейтем забрал из Лондона. Мы поняли, как он выглядит, но нигде его искать. Нужно продолжать, Дезмонт. Он и твой предок тоже. Почему бы тебе туда не залезть? Вот как. Это твой ответ. Ощущение, будто тебе шесть лет. Что с тобой, Дезмонт? Ты знаешь, что со мной. Вы меня за человека не считаете. Дезмонт то, Дезмонт это. Дезмонт, ты уж и разберись там как-нибудь, а то солнце нас всех спалит. Мы мило провели время, но вообще-то я просто очередной тамплиер-заговорщик, так что будь добр, послушай свою волшебницу из прошлого и прикончи меня, а не то мир рухнет. Вот он твой ответ. Меня достало вечно быть пешкой. Я думал, с тобой будет не так. Ты вроде как мой отец, а ты не лучше, чем эти тамплиеры, что бы. Не смей равнять меня с этими подонками. Слышишь? Все, что я делаю, все, что я делал, было для тебя. Может, я был слишком жесток, просил слишком многого, но постарайся понять, что стоит на кону. Соберись, мальчик. Время на исходе. Так, это было необычно. Ладно, я сделаю вид, что ничего такого не случилось и просто быстренько распишу, что происходит. Плохие новости. Похоже, храм получает энергию от набора, скажем, батарей. Одну из них ты нашел на пути внутрь, а вот есть ли другие, уж точно не тут. Есть мысли, чем это дело можно заменить? Пока нет. Попробую запустить парочку тараканов в базу Абстерго. Если там найдутся ссылки на эти машины, то, может быть, нам повезет. Стоит попробовать. Разумеется. Ладно, Дезмонд, либо осмотрись тут, либо полезай назад в Анимус. Предлагает нам осмотреться, ну ладно. Нажмите любую кнопку. Любую. Пожалуй, я нажму кнопку на своем системном блоке. Ладно, не буду. Ладно, я нажму Интер. Не работает. Блин, это на калькуляторе. Ну, они врут. На самом деле, не любую. Нажал я, в общем, на геймпаде. И че, я не хотел залазить сюда. Поехали. Я хотел прогуляться. Но это оказалось неважным. Мой народ любил его как своего. Иногда мне не достает Хейтема. Может, он даже любил меня, как умел. Они всегда смотрели в будущее. Туда, где он и его братья-тамплиеры подчинили себе все. Больше всего я боюсь однажды заглянуть в глаза с сыном и увидеть ту же темную жажду. По-моему, индейский язык длиннее. Потому что я раньше заканчиваю за ней фразы. Ну, короче, это, да, блин, это Хейтем постарался и, как бы, зачал ребеночка этой девушки которой мы помогали в одной миссии предыдущей. Ну, ладно, сейчас разберемся. Доброе утро, мама. Ну? И что ты затеял? Ничего. Я, ну, я только Радухагейду, поиграй с нами. Остальные ушли на охоту, нам скучно. А Радухагейду идите, идите, но не покидайте долину. Не лезьте в грязь, на вас, рванцов, и так не настираешься. А, если они не замолчат, я не смогу поиграть, потому что мне приходится читать субтитры. Хорошо, вроде они замолчали, я побежал играть. кстати, он бегает медленнее, чем тот мужик, которым мы играли до этого. Вернись к закату. ех, 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 на меня псы бежали, я думал, они меня хотят съесть, но, видать, они свои и не кусаются. Мы играем, занятная игра, пожалуй, когда наступит лето, ой, ой, псина, уйди, я тоже так буду играть, я отбился от ребятишек, а, нет, они сваливают из этого лагеря. Ну, тогда все огонь, сейчас мы призвимся. Главное, чтобы ни у кого из нас не оказалось такого живота, как у моей мамы, ну, то есть мамы этого мальчика, за которого я играю. во что будем играть в прятки. Сейчас я проиграю. Да, у меня самая коротенькая палочка. Раз, два, три, четыре, сто, эх, ну, нифига себе. если я считал до ста, то я их не найду. Изучить подсказку. Изучаем. Найден отпечаток детских ног. Анализ подсказок поможет обнаружить цель. Найдите всех детей, не сделав ни одной ошибки. Так, ладно, побежали. То есть, это надо нам юзать подсказки, да? Вот, вот, вижу я что-то. Изучить подсказку. Область поиска сузилась. К сожалению, не всегда я вижу эти следы. Ну, А вот что это такое? Изучить подсказку. Опять следы. Надо шалаш этот открыть. Надеюсь, там не будет никакого медведя. Мы нашли кого-нибудь? А как я мог не сделать ошибку? Откуда я знаю, есть там кто или нет? Так, да ну вас нахер, я буду все вскрывать, я уже сделал ошибку, можно. Ой, лиса. Опять никого. Так, вот еще. Шлаш эти. Ага, я сам я спрятался, в общем. А, ну, так ошибку я, наверное, сделал, потому что неправильно проанализировал следы. Вот они куда ведут. Ну, вот здесь точно прячется парнишка какой-нибудь. Напугал меня до усрачки. Окей. Ну, ладно, посмотрим, где еще чего, куда. Нам бы подсказку какую-нибудь найти. Ну, вот к этой херне не ведут, не ведет ни одна подсказка. если я правильно понял, ладно, побыстрее сюда просто тыкнем. Ну, да, правильно, я был прав. Кстати, мы скоро проиграем. Если я не успею еще трех найти, то это будет фейл. Нет. Блин. еще кусты, больше кустов. А, это я спрятался уже. Так, ну и что же? Пожалуй, сигану, я вниз. Да, я молодец. Зададаси. Зададаси. В общем, это переводится выходи, больше я не буду озвучивать это. Так, вот улика. Отлично, мы нашли улику, наконец-то. Вот эти следы. Ведут они сюда. Сейчас мы найдем лося какого-нибудь. так вот, область поиска сузилась. Да, вот, наверное. Вот сюда идут следы. А, здесь, да здесь сразу двое пряталось. Вот церванцы. Начну я заново. Я хочу выполнить очень-очень это задание. Если не начать с последнего места сохранения, где я начну? Да, сейчас я их найду всех. Так, побегу я в эту сторону. Вот у нас еще подсказочка. Давай, быстрей. Малой медленно бегает. Так, следы вели в ту сторону. Поэтому как раз-таки куда эти ведут? они ведут не к этому шалашу, а ведут к этому. Поэтому выходи, я тебя спрятал. Я тебя нашел. Нет. Черт возьми. Как же так, я облажался. да, ведут они. Блин, я начну заново на вас в задницу. Все, быстрей изучаем подсказку. Как-то надо быть внимательней, что ли. Все, побежали. так. Вот одна подсказка. Ну, собственно, мы около нее уже были. И она нас ведет к какой-то другой подсказке. Так. Вот. Вот эти где не вижу. Ну, да, вот в эту сторону они ведут эти следы. Ага, вот, вот, еще подсказка. Ну, точно вот в этом шалаше. Напугал, напугал мне опять снова до усрачки. Ладно, ищем еще подсказки срочно. Они нам нужны. Вот, вот, подсказка. Отлично, нашли мы. Кстати, здесь дохера следов вообще. Так, эти следы. да, вот они ведут к этому шалашу. Здесь двое. Да, все верно, здесь двое ребятишек. Так, а это, ага, вот, остался вот этот круг. Ну, значит, там и будет кто-нибудь у нас. Главное найти там подсказку сейчас. Сейчас мы сиганем отсюда. Как так? Маза фак, да ну вас, я не буду больше здесь ничего искать. Какая ошибка, я сюда упал, чтобы не разбиться. Да, идиотизм, конечно. Вот следы. Зря я так прыгал. Так вот он играется. А, испоганили мы немножко за здание. Ну, ладно. В общем, побежали. Хватит уже начинать заново. Давайте играть еще раз. Это места, куда можно спрятаться, по всей видимости. Ну, он будет считать до 100, потому что поэтому у нас времени просто дохера. я свалю куда-нибудь вообще подальше и запутаю следы. Так, вот у нас половина времени осталось. Нет, сюда я не буду. Это я так развод небольшой делаю. Все, я прячусь в этом кустарнике. То есть не кустарники, а куча веток. Да, так я и знал. Это у нас кто? Дьех, да вы охренелец. Те, которым мы играли. Чуть они себя так ведут. тамплиера. На кого-то ты похож. Где я мог тебя видеть? А, это сынишка Хейтема, наверное. Слышите, он говорит умеет. И смело. мы хотим видеть старейшин. Скажи, где твоя деревня, и я тебя отпущу. Делай, как он говорит. Я могу сломать тебе шею, чуть сдавить, и все. Искра твоей жалкой жизни тут же угаснет. Ничтожество, прах под ногами. Ты и весь твой род. Живете в грязи, как зверь. Не хотите видеть истинный путь? Мудрейшим из вас открыты видения будущего. Они молят нас о милости у наших ног. Но не ты, я смотрю. Нет. Ты отчаянно бьешься за свое. Невежество застит тебе глаза. Но я не жесток. Я пощажу тебя. Передашь мои слова твоему роду. Чем раньше мы получим то, что ищем, тем раньше вы сможете тихо жить своей жалкой жизнью. Честный обмен, не так ли? Как твое имя? Чарльз Ли для чего тебе? Чтобы найти тебя. Я буду этого ждать. поплатится этот мужичок по-моему за свою наглость. Болит у нас башка. Ладно, мы сейчас все равно добежим до нашего лагеря. Так, это Бэмби проскакал. Ехты нашу деревню спалили к чертям. Что-то мне это совсем не нравится. так, видимо нам видимо нам на ой господи что он без рук что ли? Так, нам нельзя здесь обгореть. Надо значит пройти через этот дом. Эх, ну ничего сесилач парнишка. А можно было просто пролезть. Ну ладно, он маленький, ему простительно такая тупость. Молодец. Очень было ловко. Надо застрить на этом внимание. Возможно я потом сделаю нарезку лучших моментов и он будет и этот момент будет в этом ролике. нам надо найти другой путь сюда. Можно просто по-моему залезть или он не умеет лазить. Нет, не умеет он лазить совершенно. А, ну вот нет, здесь нельзя пройти. Что-то не могу и совсем найти другой путь. А, ну вот если залезть на камень, нет, парнишка вообще совершенно не одарен. Так, ну ладно, попробуем пробежать, молясь назад. тут значит не пролезть. Ладно, вернемся назад. Здесь тоже не получится пролезть. Да и сюда он не залазит. Странно. Что же нам делать? Посмотрите, вот они развлекаются, видимо, горят в огне, общаются на какие-то интересные темы, возможно. Ну да ладно. Парниш, нет другого пути, надо лезть через дверь. научись уже лазить, пора. Ай, сейчас мы сгорим. чё-то как-то мне это не нравится. А, господи, где же мой кругозор? вот наша матушка. Открываем. То есть вытаскиваем ее из завала. Выжму я со всей силы на на бое. Очень чувственный момент 9 лет спустя Прости меня Ты мне больше не сердишься? Так, посмотрим, кто у нас вырос здесь Ну еще маленький, все равно он молодой В лавках появилось новое оружие И инструменты Еще Так, ясно Начнем мы задание Так, надо собрать перья Удерживайте только РТ, чтобы безопасно бегать по деревьям Да, Хейтем так не мог Нажмите А, находясь в развилке деревьев, чтобы лезть вверх О, неплохо, неплохо, интересно Хейтем, драгон короче тут боятся они что заселят белые люди всю землю начнут охотиться отнимут все их владения и надо что-то делать не ждать драться парни же говорит я думал ты у меня лазить учишь а ты здесь такие вещи рассказываешь которые я ни хрена не могу понять этот парнишка с которым мы бегаем по моему полный секун не хочет он устраивать то есть реализовывать на мою затею так ладненько перелезем классно не лазит так теперь нельзя вверх подняться на лево беспонтовщина ну значит сюда перепрыгнем вот это он трюкач так это дерево оп оп я такой молодец белочка привет белочка могу я поднять камеру выше что-то он там говорит наверное обоссался уже от страха оп да я просто бесподобен все залазим так теперь на это бревно ловкий малый лошар упал ну ладно мне с мне забавно лично лазить здесь может быть он поднимется может нет так нам нельзя касаться земли я так понял да тогда я не буду спрыгивать запрыгну сюда нет на самом деле нам надо его спасти я не касался земли не надо врать ночное заново точнее точнее где здесь с последним место сохранения так это я понял все сейчас мы побыстрее все это сделаем а он там похоже уже тонет бедолага а нет же вот он совсем выдохся парнишка так да жалко я так раньше ладно вытащим его спасибо говорит он а ты чё дурак я прыгал не туда вообще ну да ладно пофиг мы фейлимся по полной опять он как-то не хочет прям прыгать на этот ствол начну я заново а ну да здесь уже близко а ну так я неправильно вообще выбрал путь теперь лезем он говорит а вот как ты научишься если не будешь делать через силу а если я паду и разобьюсь короче сыт он но я то нет поэтому сейчас я достану это перо из этого скворечника так могу ли я залезть по дереву вверх да могу молодец молодец я уже испугался что сейчас разобьюсь но нет все в порядке так перо перо по моему я высоко слишком залез пойду я возьму перо спущусь отсюда интересно допрыгну или нет попробую отсюда допрыгнуть я то не боюсь зря я это сделал начнем с контрольной точки где а вот это гнездо сейчас мы попробуем как-нибудь найти путь к нему а вот наш друган прыгает там а вот бревно как раз и вот это дерево но как же нам к этому дереву добраться прыгнем сюда и надо нам на это дерево по всей видимости хорошо спрыгнем так вот перепрыгнем на это дерево сейчас я уже уснул что-то я застрял здесь совсем так давай прыгай на камень ну сюда нельзя по ходу спрыгивать на елку тоже нельзя залезть печаль ну да ладно ну да ладно не получилось добраться до этого пера скорее всего пришлось бы хотя может быть я зря вообще отказывался от маршрута по которому я двигался изначально сейчас мы посмотрим как раз так вот мы добрались до точки до нужной или еще нет вот почти ого классно расположено здесь гнездо вот это вот это вот это ой а сейчас мы наверное разобьемся нет живой пак у нас предлагает он нам выбор можно еще поискать перья можно можно ну попробуем просто тогда не хотел я на землю падать поэтому не смог добраться до всех перьев а вот тут наверное можно залезть давай вот так по этим сучкам цепляйся и вверх они вот все достали на это перо залазь на эту ветку и сейчас мы по деревьям очень быстро все соберем да вот одно гнездо еще так нашли мы еще одно посмотрим карту а другой как-то далековато даже слишком сейчас мы спрыгнем отсюда добежим пешком воду я спрыгивать не буду а то нас там закусает лосось какой-нибудь речной возможно они очень злые перо у нас там да ой черт лосось сейчас меня настигнет они да здесь не глубоко ладненько а ну здесь все просто можно прям так напрямую лезть не боясь воды что же нам будет за а у нас есть лук но нет стрел так сюда нам типа нельзя видимо это в другой раз зря я сюда бежал так ладно валим нельзя нам взять это перо поэтому как-нибудь реально в другой раз мы это сделаем что у нас тут есть тамагавк а здесь шэнбяо шэнбяо это отличная вещь не знаю чё это лук а вот мы достали лук не удалось стрельнуть вам бежим к нашему дружку кстати стал он бегать побыстрее чем раньше это уже хорошо уроки охоты нет время уже подходит серия получается слишком длинная поэтому друзья увидимся в следующей серии спасибо вам за просмотр обязательно подписывайтесь комментируйте ставьте лайки и до скорых встреч пока пока субтитры сделал DimaTorzok